Добрый вечер. Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Тазрия. И сейчас мы подошли как раз к центральной теме этого раздела – это проказа. Условно назовем это проказой, поскольку о идентификации этого явления нам придется поговорить подробно. Что сказано в Торе? Если на коже человека будет очень белое или интенсивно белое или отчетливо белое пятно, то это язва проказа на его коже, и он должен быть приведен к Арону Коину или к одному из его ценовей Коинов. И переводчику очень сложно здесь приводить понятия, которые помянуты в оригинале, невозможно их точно перевести на русский язык, и поэтому, обращаясь к устной традиции, мы знаем, что три различных вида негаим, слово негаим условно мы переводим как язвы, точнее было бы сказать поражения, три разных вида поражения на коже, они отличаются друг от друга, они все белого цвета, но отличаются друг от друга оттенком. Насколько это сильно белый цвет, цвет как снег или цвет как яичные скорлупы. Вот поэтому, исходя из этого, переводчик и пишет, что будет очень белое или интенсивно белое. Понятно, что разница между очень белым и интенсивным белым вряд ли кто-нибудь может сказать, но это условно, потому что другого выхода у нас нет. Или отчетливо белое пятно, так вот это язва проказа на его коже. Он должен быть приведен к Арону Коину или одному из его сынов Коинов. То есть при подозрении на проказу нужно привести человека к Арону Коину. Сразу возникает вопрос, а почему не к врачу? Если проказа, проказа это вроде бы болезнь, болезнь кожная действительно. И, коли так, надо бы к врачу его вести. Но Торо говорит Коину, к священнику. Коина смотрит язву на его кожу. И если волос на язве стал белым, и язва выглядит углублением по сравнению с его кожей. То есть в результате вот этой вот пигментации, точнее потери пигментации, когда цвет кожи становится белым, он выглядит как будто бы здесь есть углубление. Не то, что на самом деле здесь есть углубление, это только изменение цвета. Но из-за изменения цвета выглядит это углублением по сравнению со всей остальной здоровой кожей, то это язва проказа. То есть Торо здесь дает признаки, признаки, по которым Коин должен знать, что это язва проказа. Коин должен осмотреть его и объявить его нечистым. И самое первое последствие определения того, вот этого диагноза, который ставится человеку, что у него есть проказа, это то, что он нечистый. Слова «чистый», «нечистый» – извечная проблема, как на русском языке передавать эти понятия «тума» и «тара». Понятно, что речь идет о «ничистое» и «нечистое». Это достаточно грубый перевод, поскольку тянет всегда на физическую область чистоты и нечистоты. Понятно, что здесь речь не идет о чистоте и нечистоте, о нечистоте, от которой избавляются в душе или в ванной. И некоторые, чтобы не смахивало это на физическую сторону, говорят о ритуальной чистоте. Хотя на самом деле к ритуалу это имеет достаточно малое отношение. Ведь что хотят сказать, что поскольку самое первое следствие, когда человек находится в состоянии «тума», ему нельзя ходить в храм. Ну, ага, значит, в храм он не может идти. И, стало быть, в ритуалах храмовых он не может принимать участие. Но в храме не ритуалы там происходят. В храме происходит служение. Это совершенно другая вещь. Ритуалы – это заученный… Вот ритуалы есть, не знаю, в День независимости, проходит там парад, еще что-то. Вот там вот есть ритуалы. Поднятие флага, спуск чего-нибудь, еще гимн, еще что-то. Вот это вот ритуалы. В храме не ритуалы. В храме реальное, конкретное служение Богу. Поэтому и ритуальная чистота тоже, мягко говоря, не очень подходит. Ну, что тогда? «Тума» – суть этого состояния – это корень «таме», это тот же корень, как и в современном иврите есть слово «атум» или «тимтум», то есть это состояние невосприимчивости, когда «атум» – это герметически закрытый. Так что ничего не проходит. Состояние, в котором человек не воспринимает духовный мир. «Тара» – это противоположное состояние. И некоторые хотят перевести это как «просветленность». Хотя это немножко в сторону Востока нас уводит. Ну, в общем, недалеко ушло от сути этого самого термина. Итак, человек, которому Коэн поставил диагноз проказы, царат в оригинале, он становится «таме». «Таме» – то есть невосприимчивым к духовным моментам, и у него целый ряд ограничений. Ему нельзя идти в храм, ему нельзя дотрагиваться до святыни, ему нельзя есть труму, если он Коэн, и так далее, и так далее. Но, продолжает Тор, если пятно на его коже отчетливо белое, и оно не выглядит углублением по сравнению с кожей. То есть белое – это оно белое, действительно. Но вот нет, когда смотришь, нет этого ощущения, что пораженное место глубже, чем все остальные кожи. И волос не стал белым. Нет потери пигментации волос, которые растут на этой побелевшей Коэн. Тогда что? Тогда, скажем, что все в порядке? Нет. Тогда Коэн изолирует человека. Потому что, с одной стороны, часть признаков есть, побеление кожи присутствует, но часть признаков отсутствует. Нет ни ощущения углубления, ни побеления волос. Поэтому надо его изолировать. Коэн, ну а после изоляции, что будет означать изоляцию? Изолирует его на 7 дней. И Коэн осмотрит его на 7 день снова, по окончании изоляции. И что может быть? Одно из двух. И вот язва потемнела, и не распространилась язва по коже. То есть, нет распространения этой белизны белого поражения, белого пятна на коже. И, с другой стороны, его оттенок становится темнее. Он не такой уже отчетливый белый, не такой уже интенсивный белый, не ярко белый. Темнее. Тогда Коэн объявит его чистым. Это только язва, похожая на проказу. На самом деле это не проказы. Это нечто похожее, но проказа здесь и не было, что и выяснилось в период изоляции. И тогда пусть он выстирает свои одежды и будет чистым. То есть, на этом для него история с подозрением на проказу заканчивается. А если проказы распространятся дальше по коже? То есть, второй вариант, то, что Коэн видит в конце семидневного периода изоляции, что проказы распространяются. То есть, это самое белое пятно, оно выходит за... Оно сейчас, через семь дней, больше по площади, чем было в начале. Или еще даже другой вариант. Я не зачитываю здесь весь текст, только одни отрывки, потому что это достаточно тяжело устно воспринимать. И проказы покроют всю кожу, принимающую язву. То есть, в том случае, когда есть просто распространение, и белый волос появляется в конце семи дней, тогда объявляется человек нечистым, то есть, у него диагностирована проказа, хотя поначалу не было. Третий вариант. Не просто распространение по коже, а такое распространение, что проказа покроет всю кожу, принимающую язву, от головы до ног, всюду, где видят глаза Коэна. Тогда Коэн посмотрит, и вот если проказа покрыла все его тело, он объявит язву чистую. Ну, если все тело, это уж точно не проказа, можешь идти домой. Весь он стал белым, поэтому он чист. Довольно странно. На уровне здравого смысла, если небольшое поражение на коже, площадью со среднюю монету, оно уже может сделать человека прокаженным, если это поражение покрыло всю кожу, то уже тогда он прокаженный должен быть в квадрате, в кубе, не знаю уже в какой степени. А Торо говорит, не, в этом случае, в этом случае ничего не случилось. Пусть идет домой, он не прокаженный, он чист. Дальше Торо говорит, прокаженный, у которого язва, как вот тот человек, которого объявили прокаженным. Какие прокаженные? Ну, кроме того, что он там и. У него есть еще правила поведения. Его одежды должны быть распороты. Швы надо распускать. Голова его должна быть нечесана. Немножко иметь в виду, он не стрижется, он отпускает волосы. Он должен быть закутан по нижнюю губу, сидеть закутавшись в свой плащ. И нечист, нечист. То есть он должен кричать, когда люди к нему приближаются, он должен их предостеречь и сказать, что он там и. Не приближайтесь, я там и. Все время, пока язва на нем, будет он нечистым, нечист он, должен он оставаться оставаться в изоляции, вне стана будет его пребывание. Ему нельзя пребывать в обществе людей. Он должен быть изолирован и за пределами стана, то есть за пределами места, где живут евреи. Дальше Тора приводит, до сих пор речь шла о язвах, которые появляются на коже человека. Но этим же самым словом проказы, царат, Тора называет еще два явления, а именно язвы на одежде и на стенах домов. Одежда, на которой есть язвы проказы, на шерстяной одежде или на льняной, не на других, только шерстя, и язва может быть еще и на коже, зеленоватая или красноватая. То есть в отличие от проказы на тех самых поражений на коже человека, которые белые, то здесь на одежде они зеленоватые или красноватые. Это язва проказы, и она должна быть показана коем. Алгоритм тот же самый. Если появляется такое явление, идем коем. Коем посмотрит язву, изолирует ее на семь дней, и если он увидит на седьмой день, что язва распространилась по одежде, то вот это уже язва злокачественной проказы, и это там и проблема. Наконец, в 14 главе книги Ваикра Тора говорит, когда вы войдете в землю Канаан, которую я даю вам в владение, так Всевышний говорит, то я наведу язву проказы на дом в земле вашего владения. То есть вы завоюете страну Израиля, завладеете домами, и вот там может быть такое явление, что на стенах домов будет проказ. То придет владелец дома, известит коина, скажет, кажется, на доме язва проказа. Он должен прийти к коину и сказать, у меня такое впечатление, что, кажется, появилась проказа на стенах. Тогда коин прикажет освободить дом до того, как коин придет осматривать язву, чтобы все, что в доме, стало нечистым. То есть он скажет, ты возвращайся домой, я сразу не приду, я приду через некоторое время, только ты смотри, весь скарб, все свое барахло вынести из дома, а то если я приду, я скажу, что дом нечистый, то все, что в нем, будет тоже нечистым. Все будет там. После этого коин придет осматривать дом, он осмотрит язву, и вот что же он видит. Язву на стенах дома, въевшиеся пятна, не просто что-то внешнее, что можно тряпкой смыть, в имею в виду, что-то, что въелось в стенки. Пятна зеленоватые или красноватые, то есть такие же, как и на одеждах. И по виду они глубже, чем стена, здесь это как раз напоминает то, что было на коже человека. Тогда коин выйдет из дома, ко входу дома и объявит дом закрытым на 7 дней. Так, изоляция, карантин для дома. На седьмой день коин вернется, посмотрит. И вот язва распространилась по стенкам дома, то есть она вышла за пределы той площади, на которой была язва, когда коин пришел первый раз, то, что тогда, тогда коин прикажет, чтобы вынули камни, на которых язва, хирургическое вмешательство, камни, на которых язва, достаем, выбросили их за пределы города, в нечистое место, вместо этого возьмем нормальные здоровые камни, ставим их, раствор положим, штукатурку заново и так далее, и так далее. Вот приблизительно, о чем здесь идет речь. Что это за проказ? Сразу принято переводить во всех переводах понятие, которое упомянуто в Торе, в оригинале, царат, как проказа. С первого взгляда кажется довольно странным, но по проказу мы слышали, есть действительно вот такая очень неприятная болезнь, лепра. Неизлечимые людей заключают в лепрозории, в которых они и содержатся. Другие люди боятся контакта с ними, чтобы не заразиться этой ужасной болезнью. Но с каких это пор есть проказа на одежде, а уж тем более на домах, на стенах, на камнях, на штукатурке, это уже мы не слышим. Что же это за явление, о котором сказано? Помню, когда я в первый раз в жизни прочитал эти главы, я с большой радостью побежал к своей матери, сказал, вот смотри, видишь, мать у меня тогда работала врачом-инфекционистом, вот смотри, по твоей профессии, правила поведения с заразными болезнями высказаны здесь в ТОРе. В случае, если есть подозрения на заразную болезнь, то больного что делает? Коэн, Эсгер, то есть карантин, он его изолирует, другими словами. Правила карантина высказаны уже в ТОРе, больше трех тысяч лет тому назад, задолго до возникновения санэпидстанции в покойном Советском Союзе. Такое воодушевление вызвало меня впервые в прочтении вот этого текста. Потом, конечно, стали появляться вопросы. Ну, самый первый с каких-то пор есть проказа на одежде. Ну, может быть, в результате того, что человек, мы же знаем, что вот сейчас есть страшная эпидемия Эбулы, и в тяжелых эпидемиях прежде всего сжигают, конечно, одежды зараженного человека, потому что зараза и инфекция передаются через них. Но, может быть, здесь имеется в виду тоже, что от человека эта зараза переходит на одежду. Но здесь в истории нигде не сказано, что речь идет про одежду человека, который сам оказался прокаженным. Проказа кожи одно, проказа одежды совсем другой. Вместе с тем, есть комментаторы, которые не стесняются называть описанное здесь явление действительно болезнью. Ну, например, Рабмейр Симхе из Двинска в комментарии Миши Хохме пишет он так. Он должен быть приведен короносвященнику. Выпиющий вопрос. Я с него и начал. Если это действительно инфекционная болезнь, так к врачу нужно, к врачу-инфекционисту, как моя мама, ну, зачем же его к Коину, к священнику? Объясняет Рабмейр Симхе так. Заниматься проказой было велено Арону священнику и его сына. А то, что тума и тара, чистота, не чистота, они зависят от слова священника. Это действительно так говорит усная Тора. То есть, не то, что вот объективно мы видим, что у человека есть, если мы изучим очень хорошо в Торе сказанные и в Талмуде разъясненные признаки, царат, признаки этой проказы, которую упомянуты здесь, мы увидим у человека и скажем, о, у этого человека есть проказы, он тамэ. Ничего подобного. По Аллахе, пока Коэн его не осмотрел и Коэн не сказал своими устами тамэ, такой человек не считается тамэ, не считается нечистым, проказа у него нет. Все зависит от уст Коэна. И чистота и нечистота зависит от слова священника, является одной из тайн Тора. Почему это так? Это одна из тайн Коэна Тора. Некоторые не скажут, что действительно реальная болезнь, если у человека есть воспаление легких, то пока врач не поставил диагноз воспаление легких, у него нет этого воспаления легких. Как только врач сказал, есть воспаление легких, с этого момента у него есть инфекционной болезнью. Это же ерунда. Но здесь так сказано. Ну, это тайна Тора. Одна из тайн Тора. Стоит, однако, сказать о том, что проказ является инфекционной болезнью. При всем, при том, при всем, при том, при всех тайнах проказа инфекционная болезнь. Проказы, упомянутые здесь, в Торе, говорит Мерсимх, это инфекционная болезнь. Почему же тогда? Ведь именно поэтому что доказывает? Что, как мы видели, прокаженный должен, когда люди к нему приближаются, он должен их предупредить, чтобы они не приближались. Как сказано, он должен все время кричать, вы таме, таме экран, он должен все время говорить, я не чист, я таме, не приближайте. Общение с ним сопряжено с опасностью. Лекарь, врачующий, проказы нуждается в персональной и божественной опеке. В 21 веке сказали бы, что он нуждается в защитном костюме, с противогазом, защитном, прорезиненном костюме и так далее. Он для того, чтобы не заболеть, для того, чтобы не заразиться, необходимо Ашгаха Пратит, необходимо здесь опека и охрана. Он нуждается в персональной и божественной опеке, чтобы спастись от инфекций. И чтобы не заразиться проказой, он должен быть освящен. Именно поэтому выбирается не врач, а человек высокого духовного уровня, Куэн, священник. По этой причине Торо избрала сынов Аарона, которые являются священниками в Израиле и на которых в большей степени распространяется божественная опека. Ну, это в соответствии с принципом, который разъяснил Рамбом в Мурэн-Эвухим, что Ашгаха, то есть проведение опека Всевышнего, они не для всех людей одинаковы. Чем более высок духовный уровень человека, чем человек больше сосредотачивает свою мысль на своей связи с Творцом мира, тем больше это опека. Куаним, по сути своей деятельности, они все время занимаются служением Всевышнему, поэтому Ашгаха, опека на них больше. Именно таких людей мы пускаем, почти сказал, в чумной барак. Я в чумном бараке, но по аналогии именно такого человека мы пускаем к тому, у кого есть подозрения на проказ. Так говорит Ред Мерсинг. А Равир в своем комментарии, очень пространном на эту главу, начиная с того, что вроде бы на первый взгляд действительно речь идет об инфекционной болезни. А что он пишет? На первый взгляд, на первый взгляд, в этой главе содержится ряд фактов, которые, казалось бы, подкрепляют вот это впечатление. Ведь, что бы там ни говорили, эта глава, безусловно, рассказывает о болезнях. Как ни крути, явление, которое описано здесь, это болезнь. У человека появляется на коже белое пятно, нарушается пигментация волос, это болезнь. Пораженные ей должны подвернуться карантину. Карантин это тоже явный признак инфекционной болезни. Для чего же это необходимо, как ни для превращения, предотвращения заражения. Всего этого было бы достаточно, чтобы назвать вот эти законы, которые изложены здесь, в 13 главе книги гигиеническими гигиеническими установлениями. А коинов, на которых возложено исполнение этих законов, нужно было бы назвать медиками, врачами или служащими вот такого еврейского министерства здравоохранения. вопрос, почему тогда именно это? А что это единственная инфекционная болезнь в мире? А что с чумой? А что с холерой? А что с оспой, которые накосили такое количество людей, чуть ли не четверть населения мира во время пандемии? А что в конечном итоге с брюшным тифом и, простите, с дизентерией? С гриппом, наконец? Почему именно о проказе Тора дает здесь правила карантина? Продолжает Раввиш, и если из всего набора человеческих недугов лишь эта полезнейшая проказа стала объектом полицейских установлений, тогда, как утверждают причины, очевидно, в том, что от этой ужасной болезни евреи страдали больше всего. И должно быть, есть доля выдумки, и доля истины выдумки Тацита, что евреи были изгнаны из Египта как носители проказа. Иными словами, если Тора говорит именно о проказе, а не о чуме, и не о оспе, и не о холеле, и так далее, очевидно, евреи больше всего были подвержены проказу. Это вполне созвучно с мифом древних антисемитов. Антисемитизм был всегда. Всегда, когда был еврейский народ, был антисемитизм. Но каждый раз пикантные подробности, которые рассказывают антисемиты про евреев, они изменяются из эпохи в эпохи. В средние веки мы в основном использовали кровь христианских младенцев для мацы, а вот в древние веках христианских младенцев не было. Что же было тогда? А вот тогда Равир приводит здесь от Тацита, но Тацит, скорее всего, не источник этой идеи. Если я не ошибаюсь, это появляется еще чуть раньше Тацита в сочинениях египетского писателя историка Манифона, который жил в эллинистическую эпоху. Вот он там представляет версию, по которой исход из Египта был на самом деле не исходом и освобождением из рабства на свободу, а это было просто изгнание, были прокаженные в Египте, и вот нашелся человек, который возглавил эту группу прокаженных, и они ушли из Египта, понятно, египтяне не очень-то старались их удержать, пусть они идут подальше, подальше, так, и вот эти самые прокаженные, изгнанные или ушедшие из Египта, они и есть предки, древние предки евреев, ну, соответственно, отношение к евреям, не нужно было рассказывать, что у них хвост, который они прячут в штанах или еще что-нибудь, а просто потомки прокаженные. Понятно уже, что к концу своего комментария начинает язвительно посмеиваться над вот этим первым ощущением того, что речь идет о болезни. Почему это не может? Прежде всего, очевидно, что так как это переводят проказы, это не может быть, да потому что клиническая картина проказы не имеет ничего общего с тем, что описано здесь в истории. у людей прокаженных нет у них белых пятен на коже, ну никак нет, и волосы не светлеют в этих белых пятнах, ну вот не бывает такого. Клиническая картина совсем-совсем другая, не буду ее описывать, ничего общего, близкого с тем, что сказано здесь в истории нет. Ну хорошо, может быть, это просто мы, у нас нет, в конечном итоге то, что мы решили переводить царат, как проказы, это некоторая условность, но, наверное, здесь все-таки может быть речь идет о другой заразной болезни, кожной, инфекционной, не проказа, но что-нибудь другое, тоже неприятное. И с этой гипотезой придется расстаться. Прежде всего, начало соображения общее, а потом уже посмотрим по тексту. Из общих соображений если Рабир спросил, почему именно Тора посвятила эту главу одной из инфекционных болезней, дело даже не в этом, шире скажет. Почему Тора вообще дает здесь указания как лечить какую-то болезнь? В Торе мы не находим указаний о том, как человеку жить в этом мире, о том, как пахать, как сеять, как строить жилище. Все это Всевышний наделил человека разумом и сказал ему, самому первому человеку было сказано, пру, урву, выкившу это, арец, кладитесь и размножайтесь, и осваивайте землю. то есть вам дана не только способность плодиться и размножаться, вам дан еще разум. При помощи разума вы в состоянии изучать окружающий вас мир, понимать, как можно в нем прожить, как можно его использовать, как уберечься от зноя, как уберечься от холода, как уберечься от дождя, как построить себе дом, можно уберечься в пещере, конечно, а можно и дом построить. Как обрабатывать землю, как обеспечить себя пропитанием, но все это Всевышний здесь положился на человека. В отличие от древнегреческого мифа Прометея, по которому человек дурной даже огонь зажечь не мог, и чтобы прикурить ему нужно было, чтобы Прометей украл у богов этот самый огонь, то еврейское мировоззрение рассматривается совершенно иначе. Все эти вещи, а именно каким образом построить свою жизнь в мире, как строить цивилизацию, на все это человеку был дан разум, и все это он должен своим умом понимать, в том числе должен он понимать, что есть эти болезни, и раскрывать ход этих болезней, их симптомы, и научиться лечиться. Среди прочего научиться, как вести себя в случае заразных болезней. Ну и человечество, мы знаем, оно и научилось. Оно поняло быстро, что есть болезни заразные, что в этом случае нужен карантин, что в этом случае нужно сжигать вещи и одежды человека. Значит, таким образом общий взгляд Торы на вот эту область, Тора не ставит своей целью нигде и никогда дать человеку практические советы по выживанию в окружающем его мире. Тора дает человеку другое, оно дает ему морально-нравственные законы, законы человеческого общежития, законы служения Богу. Вот что дано в Торе, а не советы о том, как вести себя в случае такой-то или такой-то болезни. Это первое. Второе. Если мы рассматриваем внимательно текст, то находим здесь довольно странное утверждение. Одно из них мы уже указали. Если проказа распространится дальше по коже, и проказа покроет всю кожу, принимающую язву, от головы до ног, всюду, где видят глаза коина. Здесь, кстати, Толгут говорит, есть один любопытный закон. Диагностируется проказа на основе того, что коин видит своими глазами, видит белое пятно на коже человека, и пятно это выглядит углублением в кожу, и волосы, которые растут в этой области, теряют свой цвет. Это если коин видит. А если у человека такое пятно появляется подмышкой, когда человек стоит, так как он приходит коину, не видно. Должен ли коин здесь, как врач, сказать ему повернитесь, поднимите и так далее? Нет. То, что глазам в обычной ситуации не видно, то коин не должен, не обязан и не нужно ему это рассматривать. Если речь идет о симптоме реальной болезни, то это совершенно просто дедское поведение. Представьте себе врача, который, скажем, врача в случае оспы или чумы, когда врач захочет, рассматривая больного, смотреть только то, что вот видно глазам и не будет смотреть, нет ли у него бубонов подмышкой. там, они как раз и появляются при чуме. Это нонсенс. Второе. Дальше сказано, тогда коин посмотрит. И вот, если проказа покрыло все его тело, то он объявит язву чистой. То есть, когда тело человека полностью уже сдалось и болезнь распространилась по всему телу, в этот момент мы объявляем, что человек не болен. Вот теперь он здоров. Как это может быть? Это ерунда. Весь он стал белым, поэтому он чист. Если сыпь покроет всего человека, если у человека, я не знаю, дай бог, какая-нибудь аллергическая сыпь или псориаз и прочее. Что же мы скажем, что если сыпь покрыло все тело человека, то он здоров? А если будет наоборот? Но в тот день, когда на нем покажется здоровое плоти, то есть ситуация другая. У человека есть, есть у него это белое пятно. Начинает ему распространяться. И вдруг мы видим, что посредине этого белого пятна вырастает обычная нормальная здоровая кожа. Ну, что бы мы сказали? Если бы мы смотрели на кожную болезнь, люди, у которых есть различные аллергии, кожные болезни, быстро поймут, что я говорю. Если я вижу, что здесь появляется уже нормальная здоровая кожа, слава Богу, болезнь проходит. А Турак говорит, если на нем покажется здоровое плоти, то он станет нечистым. Вот тогда то он как раз и нечист. Вот тогда у него точно проказы. Это же противоречит и здравому смыслу и пониманию, что такое болезнь. Коль он увидит здоровое плоти и объявит его нечистым. Здоровое плоти нечистые, это уж точно проказ. Еще. Как там было сказано в случае с домами? Сказано там так. Когда к Коину приходит хозяин Коину и говорит, что у меня такое впечатление, что опасение, что есть язва проказа дома, тогда Коин прикажет освободить весь дом до того, как Коин придет осматривать язву. Он мне скажет, я сейчас приду, чтобы до того, как я пришел, все бракло вынести из дома. Почему? Потому что если я скажу, что дом там есть, что здесь есть проказа, то тогда все, что в доме станет нечистым, все будет там. Поэтому вы выносите все из дома и тогда, даже если я скажу, что дом не в порядке, что у меня проказа, то все остальное останется чистым. Если речь идет об инфекционной болезни, то как можно себе представить, что врач-инфекционист позвонит и скажет, хорошо, я приду сейчас смотреть, только все вещи вынести из квартиры больного, потому что если я скажу, что он больной, то придется его в карантин, а вещи все сожгут попросту. А вот если вы успеете их вынуть до того, как я приду и до того, как я скажу больной, тогда ладно, тогда не можно будет пользоваться. Это же нонсенс. Совершеннейшая ерунда. Как это может быть? Дальше. И есть, если мы обратимся и к устной торе, которая выводит из нескольких тонких мест в тексте, выводит еще ряд законов. Есть случаи, в которых, даже если коину пригласят и скажут, что здесь есть человек, у которого подозрение на проказу, коин не придет. Скажут, сейчас мы не производим, не ставим диагнозы. Какие это ситуации? Имеется в виду, что коин в отпуске. Для него забастовка медицинского персонала. Один из примеров, который дает Талмуд, это, как сказано, в день, когда коин будет смотреть, стало быть, есть день, в который коин смотрит, есть день, в который коин не смотрит. День, в который коин не смотрит, пример, хатан бешиват имея миште, то есть, если есть свадьба и, не дай Бог, такая неприятность, жених вдруг обнаруживает на себе или кто-то обнаружил, увидит на нем белое пятно на его коже. Подозрение на проказу. Надо вызывать коина. Нет, не надо. Пока есть, пока идет свадьба и семь дней после свадебного пиршества, все эти семь дней коина не вызываем, и он потом кончится, кончится семь дней свадебного пиршества, вызовем коина, очень может быть, что кое-то скажет, что этого человека проказывается рано. И он там а, пока до этого нет. Но если это заразная болезнь, так во время свадьбы, такое скопление народа еще в одном свадьбе он же перезаразит всех, кого может. С точки зрения инфекциониста это страшное преступление. А Турагу говорит, это нормально. И еще один вариант. Во время в Иерусалиме, во время Шлужары Галин, то есть трех праздников, Песах, Шивот и Сукот. В эти дни тоже коины не смотрели на Гаим, не давали диагноза, проказы. Что означает Шлужары Галин? В каждой из этих праздников есть обязанность всем еврейским мужчинам собраться в Иерусалим. Город был перенаселен, переполнен, негде было просто провернуться негде было. Когда весь, весь еврейский народ набивался в сравнительно небольшой город. именно в эти дни, если есть, понятно, что если речь идет об инфекции, об инфекционном заболевании, то в эти дни вспышка инфекции, она просто страшна, потому что все находятся, так много людей, которые находятся все вместе, а потом они еще разъедутся по домам, и они разнесут эту заразу вообще по всей стране, это катастрофа. Именно в это время говорят, ура, нет, в эти дни, в дни праздника никаких проказ, в эти дни они не будут ставить диагнозы проказа. Дальше. Дальше по поводу один из главных, один из главных аргументов в пользу того, что это заразное заболевание, это карантин. Что означает карантин? Что человек должен быть выслан за пределы города, он должен быть в изоляции, как Торо говорит, что за пределами Стана. Стан – это понятие, как жил еврейский народ в Синайской пустыне, когда была дана Турат. Тогда все живут Станом, а если кто-то становится прокаженным, он должен быть за пределами Стана. И действительно, в таком случае нужно было с точки зрения закона, нужно было выслать человека из города, но не из каждого города, имелись в виду только города вырос Исраиль, и только те города, которые в эпоху захвата страны Израиля во времена Юшо-Бен-Нун, у них была стена. Вот города, которые были окружены стеной во времена Юшо-Бен-Нуна, из них выгоняются прохоженные. А если это город, который в времена Юшо-Бен-Нун не был обнесен стеной, была деревня, а потом разросся город, мегаполис, не знаю, миллион, не, из этого города не надо выгонять прокаженных, только с точки зрения инфекции какая разница, совершенно без разницы. Наконец, вообще все это явление, оно может быть только в Эра-Цисраиле и других местах, и еще, и еще. Даже в Эра-Цисраиле, а что будет, если подобного рода белое пятно на коже появится у нееврея, с точки зрения инфекции, какая разница еврея на еврея, самое главное, что среди нас оказывается человек носитель инфекции, надо его скорее-скорее изолировать, карантин не нужно. Нет, если он не еврей, то его это не касается, то он прокаженным не становится. У него есть вся та же клиническая картина, белое пятно, и выглядит оно углублением по отношению к коже, и волосы у него обесцветились, и все, и все, и все, и ничего. Это касается, эта болезнь касается только евреев. Совсем-совсем как Манифон и Тацин говорили, что евреи все они потомственно прокаженные. Заканчивает весь этот экспурс в текст Равирш. Эти и подобные соображения делают совершенно невероятным предположение о том, что эта глава занимается правилами гигиены или профилактическими мерами против болезни, или что мы должны рассматривать Коэнов как служащих Национального Министерства Здравоохранения. Поэтому необходимо категорически отвергнуть как чистый незатейливый миф любое толкование законов о признаках проказа в духе санитарных правил. Не будем забывать, Равирш говорит об этом очень резко, потому что он живет в середине 19 века, в середине 19 века, когда начинается научно-просветительское движение, есть желание объяснить все, что можно вот так вот рационально с точки зрения науки и так далее. И понятно, что подобного рода объяснение публикуется и поэтому публикуется именно в ту самую эпоху Божьего и сегодня уже над этим смеются. Тогда еще не смеялись, поэтому Равирш на полном серьезе и вот так вот пишет о чистых и незатейливых мифах. Ну что же это тогда такое, если это не болезнь, если это не инфекция? Что же это? Пишет Равирш дальше. Если мы заглянем на законы о признаках проказа в ценах, то мы увидим в них самый замечательный институт самого непосредственного божественного проведения. То есть это проявление того, что мы называем Ашгаха, проведение Божьей промысел, которое наблюдает за каждым и воспитывает каждого. Проведение Ашгаха это не просто наблюдение за человеком, это больше того, это наблюдение за каждым, что мы говорим здесь о Ашгаха, про ТИТ, о индивидуальной опеке, об индивидуальном надзоре, который не просто, это не просто надзор, а это еще и воспитание, то есть это надзор с целью воспитания. Мене словами, появившееся у человека вот это вот поражение, то, что называется нега, это действие проведения, которое указывает здесь человеку на что-то. Само слово язва, которую мы пользовались до сих пор, поражение, то и другое, это перевод довольно слабый, нега, от слова нога дотронуться, как человек, который дотрагивается, касается пальцем. Это означает, только здесь это не человек касается пальцем, это перст Божий, указующий перст, который показывает человеку, что он должен что-то исправить в своем поведении. По сути дела мы не отказываемся от того, что это болезнь. Ведь что такое болезнь в нашем восприятии? Саму болезнь мы как таковую не знаем. Мы, люди болеющие, мы не врачи, я говорю, а больные. Мы им дело, имеем дело с симптомами болезни. Когда у меня першит в горле, когда у меня поднимается температура и когда у меня болит голова и когда у меня насморк, я понимаю, что у меня грипп, что я заразился гриппом. Но гриппа я не видел, зараза я не видел. Я воспринимаю симптомы. А что такое симптом? Симптомы – это внешние проявления болезни. Если бы не было этих внешних проявлений, я бы не знал, что я болен. Откуда у меня температура? Откуда у меня жар? Это от того, что происходит борьба в организме между инфекцией, которая проникла, и между защитными силами организма. От того и жар. Не было бы жара, я не знал. То есть симптомы болезни – это внешние проявления, которые говорят мне, что у меня внутри что-то плохо, дело плохо. И тогда, узнав, что дело плохо, правда, грипп, который я привел, это плохой пример, потому что с гриппом я к врачу не пойду, ибо я уже знаю, что грипп – это вещь неизлечимая. Лечи, не лечи, все то же самое. Но есть болезни другие, на самом деле. Если у человека вдруг резко болит живот или что-то, он пойдет к врачу, не исключено, что врач ему скажет, извини, но у тебя аппендицит, тебе срочно надо оперироваться, иначе это просто опасно. То есть, боль и внешний симптом он показывает человеку, что у него есть внутренняя проблема. И с этой проблемой он идет к врачу, к человеку, который понимает в этом. Врач ему пропишет лечение. Не просто он ему даст анальгин или аспирин, чтобы не болело, а имеется в виду там, где это возможно. Лечение той внутренней язвы, той внутренней проблемой, которая вызывает эти самые симптомы. И уж эта область медицины самая-самая сложная и трудная, в которой меньше всего успехов, кожные болезни. Уж по крайней мере одно мы можем понять. У человека вдруг появляется сыпь ни с того, ни с сего. Он называется на ровном месте. А это что означает? Если придем к врачу, не исключено, найти не исключено. Ну что, у вас есть аллергия, это сыпь аллергическая. Отчего это? Ну вот, есть, проведем анализ, можем узнать. И так, благодаря этой сыпи человек узнает, что у него аллергия на, не знаю, на молоко или на рыбу или на цветение. Все то, все те вещи, которые могут высказать. Без того, чтобы у человека появилась эта сыпь или зуд или еще что-нибудь, он даже не знал, что ему такая вещь противопоказанная и опасная. Теперь он знает, теперь он будет от нее храниться, теперь он будет не есть, если это возможно. То же самое здесь, только не на физическом, а на духовном уровне. У человека есть духовная проблема. Внутренний его мир поражен. Он морально болен. И человек этого не замечает. За собой он не видит недостатков. И тогда указующий перст Всевышнего касается его кожи и показывает ему проблемы у тебя. На какие проблемы указывает здесь этот перст? В каких случаях? Продолжает Равир. Мы видим, как в еврейском государстве, основном божественном законе, антиобщественные поступки выявляются для того, чтобы быть наказанными и исправными. Прежде всего, это антиобщественные поступки и качество характера, которые к ним приводят. В других социальных системах такие грехи, как высокомерие, фальшь, жадность и клевета не подсудны человеческому трибуналу. Кого-нибудь видно когда-нибудь, чтобы человека отдали под суд за то, что он за высокомерие или за то, что он нечистен, за то, что он двуличен, я имею в виду нечестность в финансовых делах она может быть кейт. Но в еврейском государстве то, имеется в виду не в существующем еврейском государстве, а в еврейском государстве, как его Тора хочет построить, управляемым божественным законом, сам Бог выступает обвинителем и свидетелем обвинения. Именно так объясняют мудрецы. В трактате Арахим дается список тех нарушений, тех проблем, тех внутренних болезней человека, которые приводят к вот этим внешним проявлениям. Сказал Рабьонатан, за семь следующих вещей человеку посылается проказа. То есть, мы понимаем, что это проказа во всех возможных кавычках. Царат. За лошонара злословие, за кровопролитие, за ложное свидетельство, за разврат, за гордыню в цикамере, за воровство и за скупость. На мой взгляд, довольно странный список вещи, которые кровопролитие и скупость как-то вместе в одной одного списка и они странны. Откуда Талмуд берет? Каким образом был составлен этот список? Список этот составлен был на анализе различных стихов из Танаха. Я не буду приводить, потому что достаточно в особенности, когда пользуешься русским языком, это достаточно сложно и трудно. Но, по крайней мере, мудрецы, прорабатывая тексты в Танахе, вывели, что речь идет именно о этом самом списке. И все это, то есть там, где человек, положено, скупость, лошонара, это, скупость, это очевидно качество человека. Лошонара, злоязычие, когда человек любит говорить о других гадостях, это не всегда заметно, потому что такие вещи человек может говорить другому на ухо, а иногда и сам не замечает, что каждый раз, когда при нем упоминают кого-то, он тут же должен про него сказать, что-нибудь нехорошее, постыдное, а этот, помню, я с ним еще в школе учился, он и так далее, и так далее. Так вот, белое пятно, перст указующий показывает человеку, у тебя есть эта проблема, тебе необходимо, тебе как человеку необходимо отсутствовать, а общество на тебя среагирует каким образом, увидит на тебе вот этот вот знак и выгонит тебя, изолирует тебя, выгонит тебя из общества. И теперь становится понятным название этого явления в Торе в оригинале. То, что мы в русском переводе называем здесь проказы, в Торе называется Мецура, объясняют комментаторы, это аббревиатурой Моцира, то есть зло, которое находится у человека глубоко-глубоко в душе, и не всегда оно другим может быть незаметно, а иногда и самому человеку незаметно, который уверен, что он честный, хороший, вполне позитивный человек. Так вот, это явление, которое Моцира, оно выводит его наружу, подобно тому, как болезнь, аллергия и так далее, это внешнее проявление на коже внутренних проблем человека. Вот, что это за проказы, о которых говорит Тора в нашей голове.